Дорогие братья и сёстры, дорогая церковь, добрый вечер, приветствую вас всех. И сейчас у нас время молитвы, и поэтому хочу прочитать один текст и потом помолиться все вместе. Текст из книги пророка Исаия, мне кажется, очень интересный. 33 глава. Слушайте дальние, что сделаю я, и вы ближние, познайте могущество моё. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдалённые. Какой хороший текст, правда? Такие обетования, обещания, что я буду обитать на высоте, что будет убежище, как неприступные скалы, никто не подберётся, никто не поднимется. Хлеб будет дан, вода будет дана, то есть не будет жажды, не будет голода. И самое сильное обетование в 17 стихе. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдалённую. Я думаю, что мы, как верующие люди, на самом деле все имеем самое большое желание видеть нашего Господа, видеть его всегда, видеть его вот так, как если бы он был передо мной. И вот здесь есть особое определение от Бога, особые условия, что должно произойти в моей жизни, чтобы всё это сбылось. То есть Бог как бы подсказывает нам, напрямую говорит нам то, как мы должны жить, потому что Он хочет нам дать и хлеб, и воду, и Он хочет дать нам безопасность определённую. И при этом Он говорит, ты будешь видеть меня, ты будешь видеть землю отдалённую, которая вроде бы далеко, но ты будешь её видеть, то, что тебя ожидает, то, ради чего ты живёшь, то, что Бог приготовил для нас. Но здесь есть условия, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, кто удерживает руки от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Мне вот это вот особенно стало интересно, потому что вот в последнее время я за собой заметила, когда пришли военные слухи, когда пришли время болезни, вот постоянно тянется рука включить, послушать новости, прочитать что-то, какой-то чат в телеграм-канале, да, там, то есть посмотреть, ну, я была подписана на какие-то определённые каналы, которые приносили определённые новости, например. И вот вдруг мне Бог говорит такой текст, я закрывать должна свои уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывать свои глаза, чтобы не видеть зла. И это как-то так сильно коснулось моего сердца, что я решила поделиться и с церковью об этом, потому что на самом деле оказывается желание Бога, чтобы мы не следили за этим так пристально и так сильно, чтобы наше сердце, оно вот, ну, не было так глубоко вот в том, что происходит вокруг нас. И знаете, когда я прочитала вот этот текст, я вначале как-то так подумала, думаю, ну, может, я просто так, самоосуждение какое-то у меня, что плохого, если я знаю какие-то новости, если я знаю, ну, последнее всё, что происходит в этом мире, например, ну, для того, чтобы молиться, да. И тут же, когда я подумала об этом, мне сразу же пришли тексты из Писания, когда Иисус Христос ходил по этой земле. И вот интересно, Христос, Он же пришёл на землю, где не было свободы. Христос пришёл на ту землю, где Израиль, по сути дела, находился в оккупации, где Израиль находился в притеснении, можно даже сказать. И при этом Христос, разве Он не обладал всей информацией, что происходит на этой земле? Разве Он не видел несправедливость, обложение налогами, которое было у израильского народа? Ну, разве Он этого не видел? Ну, Он же это всё видел, правда? Но почему-то Он не говорил об этом. Почему-то с учениками, оставаясь на дине, Он говорил им о Царстве Божьем. Он говорил им об изменянии характера, Он показывал им на своего Отца, Он исцелял людей. И Он вообще ничего не говорил о политике, как ни странно. Он не учил этому. Такое ощущение, как будто хочется... Ну вот мне хотелось спросить, «Господи, Ты вообще это всё видел? Ты это замечал?» И вот когда я думала о том, что замечал ли Христос, или не замечал вот это, то я прочитала, знаете, такой следующий текст тоже, вот у Исаии 42 главе написано, «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». Вот слова от Бога Отца, и Он говорит, что Иисус Христос, Он как раб, как вестник, посланный Богом, Он был как глухой и как слепой. Но на самом деле Он не был глухим и слепым, на самом деле написано, Он видел многое. Его уши были открыты, но Он как бы не замечал, Он как бы не слышал. И я поняла, что сегодня желание Божьего сердца, чтобы мы тоже были в этом мире, вот как будто мы и не живём в этом мире, чтобы мы, как написано в Новом Завете, покупающие, как не приобретающие, продающие, как тоже ничего не приобретшие. То есть вот такое состояние нашего сердца, которое наполняется только Господом, Господом и наполняемость именно Божьим словом, Божьим образом, Божьим величием, Божьим могуществом, Царством Божьим. И вот Господь говорит, что если мы закрываем свои глаза, чтобы не лезть в это, не интересоваться, не копаться, потом не обсуждать, не делиться с кем-то там, не ужасаться, Бог не хочет, чтобы у нас были какие-то страхи, но Он говорит, чтобы мы закрывали свои уши порой, но Он говорит, чтобы мы порой глаза свои даже закрывали, потому что Бог хочет нам видеть себя. И чем больше в нас живёт образов этого мира, чем больше мы слышим о несправедливостях каких-то, тем больше в нас это оседает, и тогда мы уже не можем видеть Господа за всеми этими своими огорчениями. Драгоценно, я за это и хочу помолиться. Я хочу помолиться, чтобы мы на самом деле с вами видели нашего Господа в Его красоте, чтобы мы видели то, к чему нас Господь ведёт, куда Он нас ведёт, чтобы мы обитали на высотах, чтобы наше убежище – это была крепкая скала и башня Божьего присутствия, чтобы у нас был и хлеб, как Слово Божье, и хлеб физический, чтобы у нас был, и чтобы наполненность Духа Святого у нас была, чтобы мы не были нищими, чтобы мы не были скудными именно в духовной сфере. Давайте помолимся за это. Отец Небесный, большая Тебе благодарность за то, что Слово Твоё предупреждает нас, как нам жить в то время, когда приходят разные слухи, когда наши глаза что-то видят, а уши наши слышат, когда мы видим какую-то несправедливость, когда мы видим зло, когда мы видим, возможно, обман или ложь, которые нас окружают, когда мы, возможно, переживаем обиды какие-то в нашей жизни, когда переживаем унижение в нашей жизни. Господи, благослови! Благослови сегодня каждого из нас, каждого, кто молится. Благослови свою церковь, Господи Иисус, чтобы мы удерживали, Господь Иисус, свои уста от зла, чтобы удерживали руки свои от зла, чтобы наши ноги, Господь, о них не ходили туда, где есть беззаконие, где есть несправедливость, чтобы наш язык, он вот не расхаживал по этой земле, но чтобы на самом деле мы, Господь Иисус, наполняли уста свои, Твоей благодатью, Твоим словом, чтобы глаза мои, мои личные глаза, они смотрели на дела Твои, Господи Иисус, на то, что сегодня делаешь Ты в этом мире, не на то разрушение, которое делает сегодня дьявол, не на ту беззаконие, которое сегодня происходит где-то рядом со мной, но чтобы, Господи, я смотрела на Твое дело спасения, на Твое дело созидания, чтобы смотрела на Твой план освобождения и благости, и милости, и любви каждому человеку, Господи, чтобы мне наполняться этим, чтобы насыщаться Твоим образом, насыщаться Тобою, Господи Иисус, потому что Священное Писание говорит о том, что мы преображаться должны из славы в славу, чтобы мы преображались, Господь, и росли из веры в веру, Господь, чтобы из Твоего образа, Господь, мы могли достигать еще большего Твоего образа славы, Твоего образа силы, Твоего образа чистоты и праведности, Господи. Благослови нас, Господь Иисус, чтобы, Господь, нас не интересовало то зло, которое есть в этом мире, Господь, чтобы мы учились от Тебя, чтобы, читая Священное Писание, мы видели, как Ты себя вел, о чем Ты разговаривал, когда встречался с братьями и сестрами, что Ты говорил людям, когда Господь приходил в общество людей, как поступал Ты, Господь, какие примеры Ты показывал, Господи, чтобы нам учиться от этого, чтобы, Господь, как написано в Библии, чтобы мы, Господь, видели, но были как бы невидящие, чтобы мы слышали, Господь, но не наполнялось наше чрево от различных сплетен, от различной нечистоты, Господь. Прости нас и очисти нас, Господи, чтобы не увлекало нас зло, чтобы не увлекало нас беззаконие, Господи. Благослови, Отец, во имя Иисуса Христа, потому что, Господь, Ты обещаешь свой хлеб духовный, Ты обещаешь, Господь, свою воду жизни, Господь, для тех, кто бодрствует над путями своими. Ты обещаешь убежище крепкое, Господь, Ты обещаешь избавление от различных страхов. Если мы будем наполнены, Господь, не земными делами, не какими-то ропотами, или сплетнями, Господь, или страхами какими-то, Господи, но Ты обещаешь нам, что мы увидим Тебя, мы увидим красоту Твою, Ты, Боже, обещаешь, что мы увидим Царство Твое, мы увидим Царство Божье, Господь Иисус, которое Ты приготовил для нас, и Ты хочешь, чтобы мы наполнялись им, насыщались им, созидались им. Пусть церковь Твоя, Господь, церковь последнего времени, она, Господь, знает Тебя, пусть мы, Господи, знаем Тебя, пусть мы видим Тебя, пусть мы слышим Тебя, Господи, помоги нам в этом Духом Святым, очисти, освободи, Господь Иисус, и дай нам мудрости оставить ненужные чаты, ненужные новости, ненужные каналы, ненужное какое-то чтение, узнавание, чего-то либо еще. Благослови, Господь Иисус, чтобы мы были свободны от этого и приняли решение, каждый для себя, в том, что сегодня наполняет и мешает, Господь, встречи с Тобою, что мешает услышать Тебя, что мешает увидеть Тебя, Господи, благослови, очень мы просим, во имя Иисуса Христа и наполняй нас, церковь, с собой, Господи, наполни нас, Господь, видеть Тебя, знать Тебя, поклоняться Тебе и стремиться к встрече с Тобой. Мы молились, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божиим, драгоценные! Да благословит нас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok